Запас медикаментов, в том числе импортных, в Ульяновской госаптеке сформирован на несколько месяцев. Для бесперебойного льготного обеспечения жителей региона закупки организовали еще в ноябре. Есть ли перебои в поставках препаратов сейчас, Алексей Русских проверил лично. Полтора миллиона упаковок медикаментов только за один год отпустили через сеть Ульяновской госаптеки. В 38 филиалах можно приобрести льготные лекарства. Лекарственные препараты для обеспечения льготных категорий граждан поступают в штатном режиме. Имеющиеся товарные запасы, а в том числе, хочу отметить, и импортного производства, в наличии такие препараты, как инсулины, онкопрепараты, препараты для лечения сахарного диабета имеются в достаточном количестве. Запасов для льготников хватит на три месяца, для сердечников – на восемь. Бороться с ковидом тоже есть чем. Это стандартно. Складские помещения заполнены под завязку. Появилась необходимость в дополнительных площадях. Это у нас на сколько месяцев примерно? Два месяца она трепетит. Месяца она трепетит? То есть, а мы сходим на такое потребление у нас? Да. Мы сейчас, в основном, у нас, конечно, идут в рамках льготозамещения. Это отречественных много инсулинов. При этом спрос на импортные препараты вырос. Многие люди начали делать свои личные запасы в рамках трех-четырех месяцев. Из-за этого буквально в марте месяца образовался определенный дефицит по некоторым препаратам. Но на сегодняшний день сети нам подтверждают, что в обороте у оптовиков данные лекарственные средства есть. И в ближайшее время они поступят в Ульяновскую область. Глава региона уже в четвертой поликлинике. С прошлого года здесь идет ремонт. Уже обновлена регистратура и первый этаж медучреждения. Заменили систему отопления, обновили плитку, провели сантехнические и канализационные работы на двух этажах. В обновленных кабинетах установят и современное оборудование. Новый флюорограф уже купили. Но главе региона докладывают и о болевых точках. Здесь совершенно неблагоустроенная территория. Поэтому нужна парковка, нужно освободить место для прохода пациентов. Потому что здесь утром пройти практически невозможно из-за машины. Губернатор согласился с нашими доводами, сказал, что это делать надо. Ну и конечно вот то, что с лицевой стороны там такой сад. Надо конечно там скамеечки поставить. Это самая загруженная городская поликлиника. Сейчас она обслуживает 140 тысяч человек. Необходимо большое современное здание. Пока для него зарезервировано только место в районе улицы Шигаева. Елышахова, Сергей Свишников, Вести Ульяновск.